Вот такие пончики с клубникой у нас получились. Здравствуйте, друзья! Приветствую всех на нашем канале! И сегодня мы будем готовить пончики с клубникой. Для этого нам понадобится 300 грамм молока, которое мы заранее подогрели на плите и довели его до теплого состояния. 2 яйца, соль 1 чайная ложка, сахар 3 столовых ложки, дрожжи 10 грамм и сливочное масло 20 грамм. А также у нас будет мак для того, чтобы посыпать наши пончики и клубника в качестве начинки. А теперь добавляем все ингредиенты в кастрюлю для замеса теста. Добавляем все ингредиенты в кастрюлю для замеса теста. Спустя некоторое время перемешивания всех ингредиентов в кастрюлю и мы начинаем добавлять муку. Добавив необходимое для начала количество муки, мы начинаем его перемешивать с тем, что уже было в кастрюле. В процессе смешивания мы добавляем еще муки, чтобы тесто приобретало свою консистенцию. И дальше по процессу вот так еще будем добавлять муки, пока тесто не станет в необходимой кондиции. Замесив тесто в кастрюле, то более плотной консистенцией мы выкладываем его на стол, чтобы продолжить его замешивать уже на столе. Замесив тесто в кастрюлю. В процессе подготовления теста оно становится все более и более подходящей консистенцией. Итак, мы подготовили наше тесто. Оно дошло до нужной кондиции. Оно стало мягким, упругим и не липнет к рукам. Теперь мы убираем его на поднос, который сверху присыпаем слегка мукой. Так как дома у нас не очень тепло, а чтобы тесто хорошо поднялось, ему нужна довольно теплая температура, и теперь мы уберем наш поднос к духовке, заранее разогретой. А перед этим мы накрываем наше тесто и поднос бумажными полотенцами. Также вместо бумажного полотенца можно использовать пищевую пленку. Мы поставили наше тесто около духовки. И теперь ждем около часа, пока оно поднимется. Итак, мы добавили 2,5 литра воды в кастрюлю и добавили в воду 1 чайную ложку соды и 3 столовых ложки сахара. Теперь мы ставим это все на газ, чтобы оно грелось. А пока вода греется, мы достаем тесто для того, чтобы его отмять и поделить на части. Вот так оно поднялось. Поднялось оно хорошо. Итак, достаем с подноса наше тесто. И начинаем его обминать. Немного по обмяпу мы поделим его на части, которые пойдут уже вот наши пончики. По обмяпу немного теста, мы приступаем к его разделению на куски. После отрезания разминаем тесто. Чтобы его разрезать еще раз до той степени, пока куски теста не будут подходить под пончики. Поделим тесто на части, мы его складываем обратно на поднос и накрываем, чтобы тесто не заветрилось. После того, как мы накрыли тесто, мы достаем клубнику, которая пойдет в нашу начинку и приступаем к ее нарезке. Нарезав начинку, мы посыпаем стол лукой и приступаем к раскатыванию теста под наш пончик. Мы раскатали тесто до вот таких размеров. Оно продолговатое и теперь выкладываем нашу начинку, чтобы впоследствии сделать пончик. Как можно увидеть, начинка закаталась в тесто и края облипливаются. Делаем еще несколько оборотов и облипливаем края. И теперь слепливаем два конца нашей колбаски из теста с начинкой. Отлично. Делаем еще несколько облаков. Тесто сливочное количество полетом. У меня есть несколько облипливаться. Тесто сливочным полетом. И теперь раскатываем следующее тесто и продолжаем по той же схеме. Итак, мы налепили пончиков. Сейчас мы будем отправлять их в закипевшую воду, которую мы поставили заранее. Отправляем их в воду на 15-20 секунд и потом будем вылавливать их обратно на противень. Начинка у нас в этих пончиках клубника. Клубнику мы не сахарили. Не сахарили мы ее специально, чтобы она впоследствии не давала больше соку. После того, как пончики понаходились в кипящей воде, мы достаем их обратно на противень, чтобы впоследствии отправить в духовку, которую разогрели предварительно до 180 градусов. В духовке они будут находиться примерно около 20-25 минут. Также, когда мы выловили все пончики из кастрюли с кипящей водой, мы посыпаем их маком для придания им красоты и вкуса. Посыпав пончики маком, мы отправляем их в духовку. Засекаем 20 минут времени и достаем их обратно. А пока они находятся в духовке, мы будем разминать оставшееся тесто, чтобы впоследствии заменить готовые пончики на еще пока не готовые. Итак, время пришло. Пора снимать первую партию. Пока вторая партия у нас допекается, мы уже можем взглянуть, что у нас получилось. Сейчас мы подождем, пока сготовится вторая партия и оценим, что у нас получилось. Итак, мы сняли вторую партию. Пока вторая партия находилась в духовке и доходила до готовности, первое за это время остыло. И пончики получились мягкими и выглядят они просто превосходно. Давайте сейчас один надломим для того, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Вот такие пончики с клубникой у нас получились. То есть они мягкие и они пропеклись. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также не забывайте про колокольчик. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok